Вот есть нечто такое, чего все боятся и перед чем благоговеют, что называется. Замирают в немом ужасном восторге. Это жизнь и судьба человека, карма. Так вот, Шани является на Исаргика каракой кармы человека, всей его кармы, всей-всей. На Исаргика означает естественная кара, потому что бывает еще и временной карой. Шани воплощает в себе карму и судьбу людей. Он царь кармы. По этой причине все грахи, прежде чем что-то сделать в нашей жизни, они идут к Шани. Пишут заявление ему, и Шани согласовывает, пишет. Согласен. Пекрит. Войне пекрит. Войкаутка свэл. От него все зависит. Он все определяет. Он царь кармы. Все грахи, прокаши грахи, все обращаются к нему. А прокаши грахи к нему не обращаются. И по этой причине они еще более зловещи. Потому что они вообще никому не подчиняются. Остальные грахи подчиняются Шани. Ачхая грахи, апракаша грахи. Никому не подчиняются. Правильно всех плевать. У них беспредел вообще в голову. Беспредел. Что хотят, то и делаем. И никто не знает, что они хотят. Они знают. Шани царь кармы. И, как некоторые говорят, вся джатиша веда – это наука о Шани. Вот если мы хотим быстро определить, скажем так, что представляет из себя гороскоп человека. Мне там приходят люди на консультацию. Особенно начинающие. Люди просто со стороны. Ну, какой у меня гороскоп? Какой у меня гороскоп? Ну, как им скажешь, какой гороскоп был? Там миллион всего в этом гороскопе. Вот в двух словах, как сказать? Очень просто. Надо посмотреть на Шани. И все станет ясно. Как Шани чувствует себя в гороскопе? Это исходные данные. Все можно изменить, все можно исправить с помощью всей йоги, все хупаи и так далее. Но исходные данные – это Шани. Если ничего не делает, будет все по Шани. Какая разница? Шани – это Шани, вы увидите, это Шани. Это особый грах. Для него плохо – это нормально. Хорошо – это next to impossible. Почти невозможно. Почему? А как может быть иначе у людей, живущих в Кали-югу, у которых 75% кармы – это черная карма, а оставшиеся 25% – это серая карма разной степени серости? Как может быть иначе? Можно, конечно, рассказывать себе, другим сказки про светлое будущее, как все завтра будет хорошо, как все наладится, все устроится. Все будет хорошо, и они поженятся. Можно рассказывать такие сказки. Но только не нам, людям, изучающим Джо Атиш. Мы-то знаем, что к чему и что почем. И мы знаем, что при такой карме просто не может быть хорошо. И поэтому, если просто плохо, то это хорошо. А вот плохо – это когда ужасно. Но все можно изменить. И в Кали-югу можно сделать Сати-югу для себя. Но тогда надо постараться. Нужно что-то делать. Нужны упаи. Ведь, чтобы победить на Олимпийских играх или на чемпионате Европы, или мира, или даже Латвии по какому-то виду спорта, ведь тренироваться же надо, правда? Ведь не придет же никому в голову сейчас взять, собраться и поехать на Олимпийские игры в Бразилию, и там заявить себя в забеге на 100 метров от чего. У меня ноги есть, голова есть. Чем я хуже тех, которые бегают? Тоже у меня ноги двигаются. А почему не поучаствовать? Придет такое в голову кому-то? Не придет. Даже в бреду. Даже в пьяном тумане не придет в голову. Потому что каждый дурак понимает, что надо тренироваться. Но каждый дурак думает, что в жизни он может завоевать Олимпийское золото и выиграть чемпионат, просто потому что он хочет этого. Вот же бред, правда? И все в этот бред верят. А когда это естественным образом не происходит, все разочаровываются, заболевают раком и умирают. Ведь никому же не придет в голову поехать на чемпионат мира вот сейчас, завтра, и поучаствовать там. По стрельбе из лука. Или по прыжкам в высоту, или в длину, или в ширину. Тренироваться надо. А в жизни все так просто. А захотел и получил. Ну а что там? Почему? Да, потому что я хочу. Вот абсурд ситуации и нелепость. А знаете, кто расставляет все по своим местам? Шани. Шани. Шани всех возвращает на землю. Это такой граха, который всех отрезвляет. Всех приземляет. И всем показывает who is what. Он, это граха, который показывает сермяжную реальность жизни и правду ее. А он показывает ее такой, какая она есть. Он возвращает всех к реальности. Знаете почему? Потому что Шани – это граха реальности. Вот это абсолютная реальность. Никаких эмоций, никаких сентиментов, ничего. Бизнес и ничего личного. Бизнес и ничего личного. Что заработал, то и получил. Это такой дистрибьютор правды. Дистрибьютор реальности. Вот он всем показывает, кто есть кто. И что есть что. Знаете почему? Потому что в этом смысл жизни. Видеть реальность такой, какая она есть. И мудрый человек от дурака отличается только тем, что мудрый видит все как есть. А дурак видит так, как хочется. Вот и вся разница. Вот Шани всем показывает, кто есть кто и что есть что. Как оно должно быть. Вот что остается, как говорят в народе, в сухом остатке. Когда все проходит. И нужно подсчитывать. Как там было в стихотворении Бородина. Тогда считать мы стали раны. Товарищей считать. И многих недосчитались. Вот Шани он приходит и начинает считать. Карму считывать. Что это означает? Я вам рассказываю глубинные вещи для понимания всех грамм. А Шани это главный в этом. Надо стать тем, что в Джоти Шаведа называется граха-митра. Граха-митра значит друг-грах. Митра значит друг, но митра означает еще и человек, который очень хорошо понимает другого человека или что-то, вот событие и так далее. Чувствует их. Вот наша задача научиться видеть грахи, чувствовать их. Стать граха-митра. Вот тогда человек станет настоящим астрологом. Только когда он станет граха-митра. Другом граха. Когда грахи откроются ему. И он получит ситхи. Видеть их во всем, везде и всегда. Это ситхи. Граха-видья. Знание граха. Чтобы стать граха-митра. Их другом. Вот Шани. Это граха, который подводит итоги всему. Вот как там говорят. Все перемелется, мука будет. Вот он муку пересчитывает. Он работает с реалиями жизни. Только с реальными фактами. Как в Библии сказано, как сегодня я упоминал уже, не по словам вашим, но по делам вашим воздастся вам. Вот калькуляцию, учет всех дел ведет Шана Ишчара. Медленно двигающийся. Шани значит медленный, а Чара значит двигающийся. Шана Ишчара, там Санхи вступает в силу, означает медленно двигающийся. По этой причине там, где Шани, там все всегда будет медленно. Медленно, медленно. Но если мы видим какой-то пхава, и там находится Шани, или Шани аспектирует какие-то пхава, это означает, что там события будут медленно разворачиваться. Потому что Шани – это гигантская масса. Если вы знаете, Шани – это планета Сатурн. Она по размеру вторая в Солнечной системе из планеты, если за исключением Солнца. Но это гигантский газовый шар. Это газ. Он большой, но легкий. И по этой причине Шани – это граха вата. Вата. Вайл. Ветер. И поэтому эта граха – страх. Страх. У нас есть два граха, которых вы знаете. Шани – это страх. А Раху и Кету – это ужас. Как говорят, так ужасно, что уже не страшно. Как побороть страх? Надо увидеть ужас. И тогда скажут, ну, нормально. Если вам больно в жизни, и вы увидите, что кому-то еще больнее, вам сразу станет легче. Моментально. Потому что все познается только в сравнении. Только, единственное, исключительно. Поэтому люди только и делают, что сравнивают. Только и делают. Шани – это не такой грахом. Потому что у него, как бы, основная его работа заключается в следующем. Первое – это отнимать или лишать человека чего-то. Второе – это сдерживать и не пускать. И третье – это затягивать. Затягивать. Вилкт. Вилкт. Лайку, вилкт. Лайку, вилкт. Кавет лайку. Кавет лайку. Кавет кастаться. Но больше всего Шани любит отнимать. А знаешь, что он отнимает? Он отнимает то, что человеку не принадлежит. Он – дистрибьютор справедливости, дистрибьютор правды, дистрибьютор реальности. И поэтому он очень любит, он испытывает такое огромное удовольствие, когда уничтожает иллюзии людей, майи людей. Он терпеть не может романтиков всяких, оптимистов, верящих в светлое будущее. Он их уничтожает самым циничным, жестоким и изощренным способом. Потому что они все враги реальности. А его задача – вернуть к реальности людей, чтобы они увидели все как есть. Это великий граха. Великий. Все грахи великие. Но Шани станет вам я особенно любим. Уверяю вас. После окончания наших занятий. Шани – это граха, который никогда не улыбается. Он никогда не улыбается. Даже когда уничтожает иллюзии, он печален. Он знает цену всему этому. Понимаете, он бывалый очень. Он все видел. Его ничем не удивишь. Он все знает. И он знает всему цену. Кто-то там поет какие-то песни, мечтает о чем-то там. Романтика и так далее. Шани никак не реагирует. Потому что он знает, чем это закончится все. Он это видел уже миллиарды раз. Ему все это уже надоело. Глупость человечья. Да. Город, он там по книжкам учился. Шукра от Шивы получил. А Шани? Хороший вопрос вы задали, Станислав. Спасибо. А Шани нигде не учился. Как там, я, как там было, мои университеты. Да, мои университеты, я на улице изучал жизнь. Шани изучал жизнь на улице. Он ее изучал на себе. А вот у нас в 99-м году, 15-го июня, как сейчас помню, у нас была лекция в Академии наук «Правда на здоровье». Называлась Шани Махатмьеврата Кадха. Кадха – это история, которая имеет некий смысл, поняв который, человек начинает понимать суть происходящего в его жизни. Кадха – это такая история, типа сказки, что-то такое. В этой сказке есть намек. И вот этот намек, если человек понял, то он таким образом решает проблему, которой посвящена эта история. Кадха – это вообще система, которая существовала в древности. Собирались люди, садился в гуру и начинал рассказывать истории разные. Как сейчас говорят, притчи. Только длинные очень. И человек, который слушает эти истории, сам этот процесс есть упаян. Очень много разных кадх. На самом деле, очень много. Это целый такой пласт ведической традиции. Когда рассказывают такие истории, передают знания и мудрость, дающие возможность людям понимать суть происходящего в их жизни. И вот есть такая Шани Махатмьеврата Кадха. Врата Кадха означает жертвоприношение, искупление. Врата означает, что, слушая эту историю, вы приносите жертвоприношение. Кадха – значит история. Врата Кадха – история, которая приносит жертву. Шани Махатмьеврата Кадха. И вот Шани Махатмьеврата Кадха. В этот день в Академии наук в большом зале, вы не поверите, было ровно 800 человек. Восемь – это число Шани. Восемь – это число Шани. Ровно 800 человек в большом зале. Я рассказываю эту историю. Шани Махатмьеврата Кадха. История Шани. Шани просто учил все на практике. Он жизнь учил не по учебникам. Так там песня была. Я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником. Вот Шани жизнь учил не по учебникам. Он ее проходил на улице в жизни. И поэтому Шани символизирует собой практические знания. Не теоретические, никакие, а вот практика. Знания, подкрепленные практикой. Собственно, это и есть настоящее знание. Если информация не подкреплена практикой, то она не становится знанием. Знание – это информация, подкрепленная, проверенная практикой. И вот Шани – это каракознание подтвержденного практикой. Это знание, которое находится в клетках, в спинном мозге. Это не то знание, которое надо думать, чтобы там принять решение. Это решение, которое принимается автоматически. Это как вот в боевых искусствах прием, который прямо вот просто сам происходит. Думать не надо, автоматически происходит. Это вершина мастерства в боевых искусствах. Когда человек не думает, все само происходит. Руки, ноги сами двигаются. Не надо думать. Это в мышечной памяти, на клеточном мозге. И вот это такие знания, которые уже такие знания, что думать не надо. Просто уже очевидно. Настолько проверено это вот. Дважды два, четыре и все. Уже знаем, проверили много раз. И эти знания, которые никуда не исчезнут. Что-то приходит, что-то уходит, что-то забывает, что-то появляется. А Шани – это знания, которые остаются навсегда. Которые в спинной мозг записываются. В клетке. У нас сто триллионов клеток. И в каждой клетке запись полной жизни человека. И всех его предыдущих и последующих. Потому что каждая клетка – это человек. У нас сто триллионов маленьких человечков живет. И в каждом записано все. И это Шани. Кул. Поэтому практические знания, реальные знания. Что это означает? Любой бхава, где находится Шани, означать будет, что там вы все на практике. Мордой об асфальт познавать будет человек. А реально. Все будет жестко очень. Жесткая посадка, как говорят, приземление. Там не будет ничего такого. Там все будет очень приземленно. Фейсом об асфальт. Аптейбл. Потому что это очень хорошо запоминается. Все остальное так. А вот лучше всего запоминается самое сильное страдание. Шани обеспечит это. Поверяю вас. Да. Мы всегда берем, где Шани находятся. Какие бхавы он курирует. И еще... Какие бхавы аспектируют. Да. И там еще много-много разных технологий Шани. Целая. Вот у нас был курс на Али и джиотиши. Это самый эзотерический аспект. Вот у нас по вторникам сейчас проходит тантрика джиотиши. Это тоже джиотиши, которую никто не знает. Поэтому видите какие там странные вещи. Да. То есть вообще невероятно. И как пример я привел. И сходу вот. Кто был, видел. Сходу. Я рассказал. Она говорит. Да. Вот точная история. Про третьей бхавы. Точно. Все как я описал. Только что я описал. Она посмотрела гороскопия. Она рассказывает эту историю. А история интересная. Раху в третьем бхаве означает, что любой бизнес с родственниками, если у вас Раху в третьем бхаве, приведет к потерям. И следствием этих потерь появление расстройства речи. Дефектов речи. И она рассказывает историю. Все были, кто слышали. У нее подруга Раху в третьем бхаве дала сыну деньги. Сын деньги все, как говорится, профукал. А у нее после этого начались проблемы с речью. Никто никогда не свяжет эти два события между собой. Вот что такое тантрика джоотиша. Это unbelievable вообще. Unbelievable. А есть нади джоотиша. Вообще мистическая джоотиша. Я два года целых рассказывал здесь нади джоотиша. Кто был бы надей джоотиша? А вот Ирина была. Два года. Самая сокровенная джоотиша. Причем я дал описание всех 150 надей. Я потратил несколько лет своей жизни на то, чтобы сделать research на это. Это вообще уникальная вещь. Вы нигде этого не найдете. Никогда. Это мое ноу-хау. Я сидел полтора года и с каждой из 150 надей разбирался. Их 150 штук. Я с каждой разбирался. У меня ушло на это несколько лет. Это cool. И как это работает? Вот вы видели? Абсолютно просто. В точках. Ничего не надо. Просто раз и там все сказано в нескольких словах. Что будет у тебя в жизни. Это круто. Потому что много джоотиши есть. Чтобы вы знали, мы пока разговариваем с вами в рамках Парашана джоотиши. А есть еще Джаймини джоотиши. Есть Таджика джоотиши. Есть Тантрика джоотиши. Есть Нади джоотиши. Есть Кришнамортипадати джоотиши. Вот так. Мы пока работаем в рамках Парашара джоотиши. Разные системы совершенно. Там все по-разному. Вот Джаймини тоже давал джоотиши. Там все совсем по-другому. Там аспекты по-другому. Там все не так. Все они работают. И Таджика джоотиши я давал тоже. Там тоже все не так. По-другому. Вот. Единственную джоотишу, которую я не давал. Вот сейчас начал давать. И только в контексте Раху Кету. Это Тантрика джоотиши. Это вообще мистика абсолютно. Вот. Это означает, что Шани научит вас чему-то так, что вы этого никогда не забудете. Как та песня? Ты меня не забудь, я тебя никогда не забуду. Да? Вот если Шани где-то, вы это точно никогда не забудете. Шани невозможно избежать. Его невозможно обойти. Невозможно обмануть. Вот история Викрамадити. Шани Махатья Врата Кадха. К чему привело? Привело то, что он просто неуважительно отозвался о Шани. Просто неуважительно о нем отозвался. И чем это закончилось вообще? Это фантастика. Шани любит вас больше, чем вы сами любите себя. Вы даже в принципе теоретически можете любить. Он любит бесконечно больше. И он делает все абсолютно единственное из любви к вам. Вот. Шани специализируется знаете на чем? Вот если знать, как строятся отношения между грахами. У Шани есть враги. Самый большой враг его – это Сурия. Сурия – карака эго человека. И это при том, что Шани – сын Сурии. Это его сын. Шани – это сын Сурии. Мы так говорим, Шани – все Шани, но это вообще, конечно, некорректно. Надо называть Шана из Чара. А то как-то так. Типа Билл Клинтон. Типа Билл. Типа билл Клинтон. Типа «Дэм». Уильям – так надо говорить. Уильям – полное имя. Полное имя Шанайс Чара. Он еще обидится? Не дай Бог там что-то. Типа. Шани меня там называют неуважительно. так. Шани очень, скажем так, специализируется на эго-людей. Это его, как бы, любимая тема. Он очень любит людей возвращать к реальности, особенно эго их. И как только у эго начинаются какие-то проблемы, моментально это значит, что там присутствует Шани. Вот если вы видите или чувствуете, что вашим амбициям кто-то препятствует и не дает возможности, вот есть желание, амбиции, вот что-то хочется достичь, вот что-то получить там, и ну никак не получается. Знаете, вы стоите перед лицом Шани. Вы, вы видите Шани. Шана из чара. Вот человек стремится к чему-то хочет, а не получается у него, кто создает препятствия, кто расставляет препятствия в жизни? Шана из чара. Вот хочется замуж выйти, ну никак. А он особенно вот всякие матримональные дела любит Шани. Он просто вот как там матримональное, что ли, отношение, он тут как тут. И разрушает их, и не пускает, и издевается. Знаете почему? А потому что он отшельник. Отшельник. Садху. Мукс. Мукс. Я. Мукс вечер. И поэтому, когда в отношениях что-то не складывается, нет любви и чувств или еще что-то, замуж никто не берет и так далее, это всегда Шани. И то же было с Викрамадити. А Викрамадити был царь, самый могущественный царь на земле. Вы даже себе представить не можете его славу и величие, Викрамадити. О нем много легенд существует в Пуранах. Такой легендарный царь, который на самом деле существовал. Это был просто самый могущественный человек на земле. И что с ним сделал Шани вообще? Это просто. Он довел его до состояния урода. Отрубил ему руки и ноги. И он кончил тем, что сидел на быке, погонял быком, который ходил по кругу, и выдавливал масло сезамовое. Сезамовое масло, поэтому является каракой, символом сезам вообще. Черный сезам у нас, семена черный сезам. Это карака Шани. Когда вы делаете Упа и Шани и кладете туда жертвоприношение, какая-то просада так называемая, я рекомендую вам всегда класть немножко черного сезама. Это просто и есть Шани. Шана из чара. И он сидел на этом быке. Представляете, он был самым могущественным человеком, а кончил тем, что работал за тарелку супа, сидя на быке, не вставая, потому что у него не было ни рук, ни ног, ничего не было. Он потерял в жизни все, что только может потерять человек. И его жизнь заключалась в том, что он годами, десятилетиями, столетиями сидел на быке, а бык ходил по кругу на маслобойне и выдавливался сезамовое масло. И его степень отчаяния была такова, что у него единственное, что он мог, он мог только петь. И он пел песню, которую сам сочинил о своей жизни. И это была абсолютная, просто невероятная тоска. И он пел столетиями. У него ничего не оставалось. Его лишили всего, что только можно было лишить. Единственное, что им оставалось, он пел. И это пение услышала принцесса. И в итоге все кончилось с таким хэппи-эндом, что стало лучше, чем было. Потому что Шани любит, любит людей. И делает все, чтобы научить их жить правильно. И вот когда он Викромадитию опустил так, как вообще, наверное, никого невозможно опустить. Когда он прогнал его через всю жизнь, через все помойки. И вот тогда Викромадития изменился и вернулся обратно другим человеком вместе с принцессой. Самой красивой принцессой на то время на свете. У него все появилось опять. Шани ему все вернул. Потому что Шани очень любит. Он никогда не убивает. А если убивает, то для того, чтобы польза была. Он ему все вернул. Более того, вернул даже больше, чем у него было. Он ему все вернул. Он ему все вернул. Его processedrice orитria. Его можно получить буквально и звонить. Он ему всё вернул. Он его должен принять и вс marking небе и вóssной вpitил. Он ему все вернул. Он ему все вернул. Продолжение следует...